Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу Айпла. В общем, глава отдела политики Айпл надеется, что в 23-м году появится здравый смысл криптополитики. Ну и Фридман, не знаю, Фридман, который владелец Альфа-Банка или кто, вот, с оптимизмом смотрит на то, что в этом году будет введено благоприятное у нас регулирование криптовалюты. И глава отдела политики, а, Сьюзен Фридман, тогда сори, извиняюсь. Вот, надеется, что в этом году будет введена политика здравого смысла в отношении криптовалюты, несмотря на политические препятствия. Ну, опять же-таки, о чем говорить, что типа вот у нас в 23-й год будет бычка, но на самом деле нифига. В интервью изданию новостей о криптовалюте Корин Телеграф рассказала о предпринимаемых усилиях, которые могут привести к более четким правилам для зарождающейся отрасли. По словам, ну, по ее словам, да, игроки отрасли активизировали диалог с политиками, чтобы добиться ясности о регулировании. Ну, я не знаю, вы заинтересованы, что по регуляции было? Я думаю, нет. Вот, ну, регуляция, с одной стороны, это плохо, то, что будут закручивать гайки, водиться налоги и так далее, ну, для народа, да. А второй момент, то, что регуляция, наоборот, крупные капиталы сюда зайдут, и рынки будут пампиться еще сильнее, вот, и будет пик хайпа. Ну, будет лютый хайп, понятное дело, может быть, лютых движений не будет, как раньше уже, но все равно будут новые проекты, новые какие-то, ну, инвестиции и так далее. Это, наоборот, отчасти хорошо, ну, как бы 50-50. Вот, и получается, теперь у нас есть лидеры в обеих частях Конгресса, отстаивающие законодательные решения, диалог о криптолюте стал намного более изощренным, чем два года назад. Ну, не знаю, в каком плане изощренным, она имеет в виду. Вот, поэтому криптоиндустрия из США, такое неоднозначное определение, застряло в регулярной неопределенности. Что криптолюта, индустрия Соединенных Штатов, кстати, криптолютная индустрия Соединенных Штатов, я думаю, это не оговорочка по Фрейду, да, а это оно так и есть, потому что, ну, как я уже говорил, скорее всего, биткоин они и создали. Ну, Apple, понятное дело, со Stellar, но, ну, и CBDC, идея первоначально у них была, и они заполоняют уже рынок, уже заполонили, считай. А по поводу биткоина, получается, ну, естественно, скорее всего, тоже они. Вот, в регуляторной неопределенности, которая подтолкнула потребителей к офшорным платформам, которые не контролируются регулирующим органом США. Она предупредила, что если криптоиндустрия в США продолжит работать без ясности регулирования, страна может потерять свои конкурентные позиции в криптоинновациях. Ну, конкурентные позиции она не потеряет, это бейтсивая кобыла, потому что как они могут потерять то, чем они владеют, да, вот. Республиканцы и демократы настаивают на благоприятных правилах криптовалюты, ну, и, в принципе, ну, в марте 22-го года совместно работали над законопроектом введением благоприятных правил криптовалюты. Ну, да, как бы инфляция, кризис, главное криптовалюту зарегулировать, чем еще заняться, правильно, да? А вот, несмотря на то, что они являются членами конкурирующих партий, дуэт считает, что для стимулирования роста развивающихся рынков необходимы благоприятные законы о криптовалюте. Ну, вот, о чем и говорю, что для стимулирования роста, опять же таки, говорят, что все у нас здравый смысл и 23-й год все уже бычка, видите, навязывается, понимаете, навязывается эта мысль, я думаю, не случайно, скорее всего, 23-й год с большей вероятностью мы будем падать, если не 24-й, вот, ну, либо в боковике как минимум стоять. Следователи из Гарварда считают, что Apple больше подходит для платежей, чем биткоин, ну, и типа думают, что, о, исследователи из Гарварда, или помните, как там был Нобелевский лариат, сказал, что биткоин это с камнем, нет смысла покупать, или что-то такое там было, помните? Вот, и, соответственно, указывают на текущем этапе, что в отчете упоминают, что технология блокчейна стала достаточно зрелой, чтобы обрабатывать валюту фиатов в цифровом формате, интересно, что в отчете также упоминается, что сети блокчейнов, такие как Apple и Starlight Lumens, получили все большее признание и стали предпочтительным выбором для международного бизнеса. В отчете Мерты сделан вывод, что благодаря алгоритмам консенсуса протокол XRP является сверхбыстрым и более удобным для передачи платежей, чем биткоин. Ну, отчасти это так, но за счет Lightning Network биткоин тоже быстро переводится. Понятное дело, с Apple он не сравнится, там, система Odal, либо Apple Labs, либо XRP Ledger, это все понятно, ну, или просто, какие-то переводы в сети Apple, вот, даже, ну, просто, те же токены гонять, вот, то, ну, или того же Stellar, потому что это форк Apple, то получили все большее признание и стали предпочтительным выбором. А как вы думаете, почему Apple и Stellar именно? Ну, потому что CBDC, ребят, поэтому и стала Apple и Stellar, а не биткоин. Вот, а биткоин это просто как валюта. Ну и как минимум, кроме того, вот, видите, я же сказал, вот, кроме того, могут способствовать блокчейн-платформы расчетам CBDC по всему миру, вот, а это что? Вот, цифровая валюта, я уже говорил, ну, то есть, ребят, постепенно гаечки закручиваются, и это постепенно будет внедряться. Я уже говорил, но немногие на это обращают внимание, заметьте, вот, не блогеры, не люди в целом. Вот, далее, отправитель инициирует транзакцию в Fiat, получает закрытый ключ и передает ее получателю, отправка выберет либо немедленную конвертацию, либо конвертацию в будущем и даст инструкции в платформе FX, управляемый машинным обучением, и в соответствии с инструкциями интерфейс конвертирует Fiat в XRP или XLM. Смарт-контракт, контролируемый машинным обучением, выполнит инструкции, интерфейс должен отправить криптографию получателю, и блокчейн XRP должен обеспечивать неизменности процесс проверки. Выполнение должно осуществляться с помощью смарт-контрактов, реализованных на основе машинного обучения, и получатель будет использовать закрытые ключи, отправленные отправителем, вот, и получать средства в токенах XLM или XRP. Ну, то есть, скорее всего, XRP и XLM будут надеяться как CBDC и будут задействованы. То есть, и представьте, как они могут взлететь в цене. То есть, скамить они их с большей долей вероятности, скорее всего, не будут, вот, а будут, наоборот, использовать для этих платежей, понимаете, вот. Ну, понятное дело, может быть, это не будет, как многие думают, что XRP станет там 1 доллар или стеллар, да, но в целом использовать данные токены, скорее всего, будут в плане CBDC, трансграничных переводов между людьми, бизнесами, там, и вообще государствами и так далее. Поэтому многие недооценивают эти монеты, и вы думаете, случайно суд, чтобы было скептическое отношение? Да, конечно, нет. И многие там окрестили Ripple Scrum и специально не дают 3-4 доллара, потому что, чтобы люди подумали, все, никогда не вырастет. Перехай не сделал в 2021 году, все, с камина, понимаете. А представьте, когда он в следующем цикле, либо через один сделает этот перехай. Люди охереют и начнут залетать. Когда? На росте и на хаях. Вот и все, на это и расчет, понимаете, ребят. То есть тут читается схема на раз-два. Получатель может конвертировать в криптовалюту Fiat по своему выбору мгновенно или в будущем. С марк-контракты на основе машинного обучения будут обрабатывать исполнение в будущем. Поэтому цифровое будущее постепенно наступает. Глава Ripple в Европе поделилась прогнозами. Ну и, соответственно, у нас Янг, ну мы уже слышали по поводу прогнозов, и не упоминает единым словом. Очевидно, что прогнозы имеют какое-то отношение к Ripple и XRP. Например, в мае прошлого года объявила, что выделяет 100 миллионов долларов на масштабирование и укрепление глобальных углеродных рынков. И финансирование предназначено для помощи в модернизации углеродных рынков путем инвестирования в инвестиционные финансовые технологии. Кроме того, Ripple есть специальное подразделение. Специальное подразделение для CBDC, которое предлагает полную платформу для создания. Управление расчетов CBDC и каждое решение основано на частном аресте и основанном на технологии XRP Ledger. В прошлом году Ripple заявила, что проводит первоначальные пилотные проекты CBDC с Центральным банком Бутана и Республикой Палау. Вот, ну, я это уже, в принципе, показывал. Далее, по поводу новостей, как видим, у нас, ну, что-то не грузится у меня новость. XRP входит в топ 10 самых активных продаваемых активов, да, китов БСС. Ну, и, как видим, страница что-то недоступна. Ну, багается. Ну, завтра, короче, покажу. Ну, вы поняли. В общем, бычий рынок, типа, заходим в XRP. А там, естественно, тоже шарты побыли. Глава отдела политики надеется, что в 23-м году появится здравый смысл. Ну, это вот эта та же самая новость, то есть перевели просто на русский язык. Ну, и, как я говорил, ждут бычьего рынка в 23-м году. А если мысль какая-то навязывается, как вы думаете, будет бычий рынок? Ну, конечно, нет, ребят, по-моему, очевидно. Ripple хочет, чтобы суд отключил, исключил показания одного из экспертов SEC. Ну, опять же-таки, скептические отношения продолжаются. Вот, и какие-то там другие причины поддержать Ripple. Блокчейн-компания потребовала исключить показания SEC по нескольким причинам. И, по мнению Ripple, эксперту необходимо получить опыт работы с цифровыми активами. Кроме того, эксперт не анализировал набор информации, доступные покупателям XRP. Вот, который Ripple рассматривает как отправную точку для анализа существенности в соответствии с законодательством второго округа и Верховного суда. Таким образом, мнение эксперта представляет не что иное, как ряд необоснованных утверждений и, следовательно, недопустимых. Суд должен полностью исключить его показания. Ну, опять же-таки, такое скептическое отношение продолжается. SEC подала ходатайство об исключении показаний 10 экспертов Ripple. Ну, то есть, как минимум, здесь они говорят, надо исключить эксперта SEC, а здесь они говорят, надо исключить эксперта Ripple. И люди нихера не понимают, что происходит. Понимаете, вот, ответчики и их эксперты игнорируют тест Хоуи и контрольные прецеденты вместо этого просят суд решить вопрос о том, предлагали ли и продавали ли ответчики XRP в рамках инвестиционных контрактов, обращаясь к другим правовым режимам или к фактам, которые суды неоднократно признавали, не имеющие отношения к тесту Хоуи. Вот, поэтому некоторые из экспертов Ripple, которые SEC хочет исключить, включают профессора Алана Шварца, Питера Адрианца, Алана Феррелла и Карел Ослер. Вот, и получается, мнения Шварца должны быть исключены, потому что толкование контракта неуместный предмет для экспертных показаний. Ну, это Алан Шварц, опять же-таки, может быть, брат Дэвида Шварца, но Дэвид Шварц, технического директора, естественно, они исключить не могут. Ну, и, ну, может быть, и исключат, но я не думаю. Вот, поэтому, и, как мы видим, согласно SEC, факт использования не способствует расследованию Хоуи, ну, и все еще могут быть проданы в качестве инвестиционного контракта. Ну, короче, канитель продолжается. Далее, Ripple X объявляет о получателе гранта XRP Ledger на 2,6 миллиона долларов. Ну, это не так уж и много, но, опять же-таки, это тоже позитивные новости на отскоке рынка. Десятки миллионов XRP изменились из-за роста цен на 11% на прошлой неделе. Тоже форма продолжается. Далее у нас мировое соглашение SEC может включать это соглашение согласно Джону Дитону. Ну, и типа того, что вот у нас соглашение вот-вот должно произойти. Ну, и по факту SEC подала комплексное ходатайство об исключении показателей эксперта. Ну, это мы тоже слышали. И Дитон считает, что дело Apple может не разрешиться до тех пор, пока решение не будет принято судьей Торресом. Ну, это мы слышали неоднократно, но это, скорее всего, не будет принято до вплоть до 23-го года. Я уже за это рассказывал. Вот, ну, такие на сегодня новости. Я завтра расскажу более подробно. Ну, опять плашечка появилась, чтобы люди трейдили и зарабатывали. Ну, естественно, 0%, потому что ликвидности на биржах практически нету. Да, и бабла, ну, то есть нету, чтобы поддерживать. Поэтому, естественно, вот так вот бреют и загоняют людей, включают, скажем так, в рынок ради того, чтобы они, получается, закупались. И самое интересное, если посмотреть по объемам, давайте я вам покажу. Вот, если посмотреть, объемы у нас самые сильные здесь, а вот здесь дыра, смотрите, от 12700 до, получается, где-то совпадение, да, не думаю, как говорится, до 15500. Вот здесь у нас дыра, вот, видите, вот эта вот дыра, вот этот вот диапазон. Сейчас я вам даже покажу, смотрите, вот он у нас, вот отсюда до сюда, то есть вот он у нас. И, получается, у нас диапазон 12700, 15 где-то, а, нет, смотри, чуть выше. Сейчас покажу, чуть выше даже это вот здесь вот, где-то примерно. Вот, 15600, то есть как раз-таки вот это дно, понимаете, совпадение, не думаю. То есть вот это самый меньший объем, то есть мы эту отметку пролетаем вообще, ну, на них-нах, что называется, да, то есть вот здесь мы пролетаем вниз до вот этих отметок на минус 20, вообще в легкую. И самые сильные объемы вот здесь, да, то есть где-то 10000, а то и вот здесь в районе 8. Поэтому я и говорю, что я жду ниже десятки, потому что вот здесь объемов никаких нету, зон поддержки, там есть промежуточная, но, опять-таки, промежуточная это не сильный уровень, а просто вот здесь это был локальный уровень, вот здесь мы видим, да, это был, может быть, зеркальный какой-то уровень, вот здесь на хаях каких-то мы касались вершин, но в целом сильные уровни от 12, а то и, ну, уровни поддержки, если брать, 10500, 11, там, 10 тысяч и ниже. Вот, поэтому такие дела, ребят, и вот это не более чем отскок. То же самое сейчас подгоняли новости, разгоняли последние, там, неделю-две, я не понимал, помните, когда мы стояли в боковике, типа, нахера не нужны, если роста нету, а это все подогревалось заранее, люди не понимали, а потом, когда они поняли, что, типа, якобы проспали дно, то есть были новости, позитив, 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 люди не заходят, не заходят, и потом, когда они видят рост цены, как вы думаете, когда они зайдут? Тут, конечно, на локальных хаях. Ну и 20%, то есть, XRP вообще слабенько отскочил, могут ли довести до сайка 5 центов? Могут, чтобы загнать еще больше на фома, но в целом мы собрали вот эту ликвидность, да, которая была вот здесь, вот шарты тут люди набирали вот здесь, за этот уровень стопы там ставили сюда, куда-то сюда, там и сюда, но, как мы видим, стопы, в принципе, мы можем сходить еще вплоть до сайка 5, может даже попытаться, типа, закрепиться, как это было по другим монетам. Давайте я вам покажу вот наглядный пример Ада Кардана. Вот, мы закрепили за ключевой уровень вот этот, и после этого, скорее всего, будем камнем падать вниз. Вот, поэтому такие вот мысли, ребят, такие дела по поводу биткоина я уже сказал в отдельном ролике, не вижу смысла затягивать по поводу XRP, но в целом, как видите, у нас вот эта вот канитель с рынком PRO продолжается, ожидаем дальнейшего снижения, хомячков загоняют на фома, на жадности, и большинство уже переобулись и считают, что это бычий рынок, хотя до этого они ждали отскок, отскок на 30-40 тысяч, а сейчас мы отскочили на 21 тысячу, и они считают, что это уже бычий рынок и разворот. Ну, уже смешно. Вот, при том, что мы пришли только половину того движения, что толпа ожидала, ну, как минимум 50% людей. Вот, поэтому, ребят, такие дела, ликвидации, кстати, по XRP на 18 миллионов долларов, как минимум, и это самая большая ликвидация за все время, что у нас были. Ну, по XRP не особо такие слабенькие, но в целом, по тому же биткоину, эфиру за последние, там, 4 месяца, это очень сильная ликвидация, особенно по эфиру очень жестко ликвиданули. Поэтому, ребят, такие мысли, такие дела, пишите, что думаете в комментариях.